Эпичные истории мести от пользователей Reddit. Эпичная месть от водителя школьного автобуса. Наказание для плохого учителя. Наглый автобусный бегемот получает по заслугам. Мгновенная карма за списывание. Продуманный план мести от школьницы. Это моя любимая рубрика на этом канале, поэтому помогите мне ее раскрутить. Оставляйте лайки и комментарии. Эпичная месть от водителя школьного автобуса. Эта история случилась много лет тому назад. Я работал водителем школьного автобуса. Каждый учебный день в салоне появлялась действительно отвратительная шумная группа детей из средней и старшей школы. Ребята часто трогали ручки аварийного выхода, что вызывало срабатывание сигнализации. Я сразу останавливал автобус. Мне приходилось вставать и проверять каждое место, где была установлена такая коробочка, пока не отключу сигнал. Проблема состояла в том, что я никак не мог поймать нарушителя, потому что не видел, кто из ребят это делал. Даже подходя к детям, сидящих на местах рядом с аварийной сигнализацией, я не знал, кто был нарушителем движения. Никто из хулиганов никогда лично не признавался. Свидетели не хотели выдавать своих друзей. Такое безобразие продолжалось какое-то время. Я пытался что-то делать, чтобы предотвратить нарушение. Переводил детей, которые находились на сиденьях с включенной сигнализацией на места рядом с водителем. Они постоянно были на виду и сидели смирно. Подозреваемые находились спереди всю неделю в качестве наказания. Но аварийка по-прежнему включалась. Внезапно меня осенило, и у меня появилась идея. Перед своим выездом на маршрут я взял вазелин и жирно смазал огромные шары под ручкой, но постарался, чтобы это не бросалось в глаза. Я устроил ловушку под каждым рычагом аварийной тревоги. Таким образом, школьники не могли видеть толстый слой вещества, похожего на слизь. Но если бы они прикоснулись к нему, когда попробуют потянуть ручку, то сразу ощутили бы мазь на своих руках. Дело сделано. Мышеловка ждала мышку. Все шло как обычно. В тот день было очень жарко, поэтому вазелин сильно разогрелся. Было даже больше слизи, чем я рассчитывал. Все дети гурьбой ввалились в автобус. Мы уже двигались по маршруту несколько минут, когда внезапно сработала сигнализация. В ту же секунду все услышали громкий крик девушки. Боже мой, что это? Фу! Я улыбнулся и остановил автобус. Встал со своего места, подошел к ней и сказал строго. Ну что, попалась? Хулиганка продолжала кричать. Она с ужасом смотрела на свою руку, желая узнать, что это за вещество, похожее на сопли. Я высадил ее из автобуса и запретил на две недели поездки. А затем оставшуюся часть учебного года любительнице дергать ручку аварийной сигнализации пришлось сидеть рядом с водительским креслом. После этого показательного урока в салоне больше не было подобных случаев фулиганства. Наказание для плохого учителя. Эта история не закончится так, как другие, но все равно расскажу ее. Я учился в 11 классе. Успеваемость была средняя. C и B в основном были моими постоянными оценками. Случайно попадалась A. Также иногда появлялась D. Но был один предмет, в котором я всегда хорошо разбирался. Это английский. По крайней мере, я лично так считал. С первого дня нашей встречи учительница, которую мы назовем Миссис Браун, похоже, сразу не взлюбила меня, поскольку я был из тех учеников, которые почти не обращали внимания на учебу, то есть обычно не выполнял большую часть домашней работы, но каким-то образом сумел пройти все тесты. Мисс Браун была тем учителем, кто выдавал наши табели успеваемости и отчеты о проделанной работе. Она знала, что я в то время не очень хорошо учился в некоторых обязательных классах, за исключением английского, которым у меня был хороший Би. Наступил момент вручения в классе итоговых документов. Учительница посмотрела презрительно на меня, взяла в руки мой табель, чтобы передать мне, но вместо этого остановилась в центре комнаты, подняла над собой документ и начала тыкать пальцем в те несколько строк, где я проваливаюсь по успеваемости. Мисс Браун громко предлагает посмотреть всему классу, как выглядит табель плохого ученика. Я сильно расстроился, но не пожаловался своим родителям или директору, так как полагал, что это мне не поможет. На следующий день, когда я находился на занятиях в английском классе, мне передали, чтобы я немедленно прибыл в кабинет вице-директора. Как ученик, я был хорошим дисциплинированным парнем. У меня никогда не было проблем с поведением или чего-то подобного, поэтому немного волновало, не догадываясь о причине вызова. Тем более, когда я вошел в офис и увидел, что мои родители сидят там в напряженной позе, нервно потирая руки. Вице-директор сразу же заявил, что ко мне нет никаких претензий и предложил сесть. Как выяснилось, в тот же день учительница мисс Браун позвонила моим родителям и сказала, я запрещаю Джею посещать мои уроки. Мои родители были сбиты с толку, так как я до сих пор хорошо справлялся с английским. Напомню, это был мой любимый предмет, по которому я получал хорошие отметки. Поэтому мама спросила, что вы имеете в виду? Как это можно исправить? Мисс Браун помолчала немного, затем сказала, он меня просто бесит и я не хочу его видеть. Она сразу прервала разговор и оставила моих родителей в недоумении от такого сообщения. Именно тогда я рассказал, как учительница демонстрировала всему классу мой табель успеваемости и что при этом говорила. Остаток учебного года мисс Браун провела с опущенной головой при общении со мной. Очевидно, она едва не потеряла свою работу. Учительница имела серьезные проблемы, поскольку мои родители угрожали подать в суд на школу, обвинив мисс Браун в грубом обращении с учеником. Наглый автобусный бегемот получает по заслугам. На прошлой неделе я закончил работу и пошел на автобусную остановку, чтобы добраться домой. Это был час пик. Мне пришлось пропустить четыре переполненных автобуса и дождаться пятого, чтобы иметь возможность войти внутрь. Я нашел место рядом с девушкой, которая положила мой рюкзак между ног, пока люди толкались, чтобы попасть в салон. Двери закрылись. Возле меня оставалось совсем мало места, чтобы хоть как-то дышать. Следующая остановка. Одна дама проролкалась к нам и встала с другой стороны от девушки. Женщина была уже не молода, но определенно еще не старая. Я прикинул ей приблизительно лет 50. Но стоящая рядом с нами пассажирка применила все женские уловки, чтобы скрыть свой истинный возраст. Поездка продолжалась. С каждой остановкой автобуса девушка все больше и больше теснила меня. От сильной давки и духоты у меня появились проблемы с дыханием. Но я обратил внимание, что дама занимала все больше и больше места и заставила мою соседку все больше прижаться ко мне. Восемь остановок спустя девушка вышла из салона. Автобус наполовину опустел, но женщина продолжала стоять возле меня. Мне еще предстояло проехать 10 остановок до дома. И с каждой минутой я чувствовал, как дама давит на меня всем телом, даже не пытаясь скрыть это. Я сделал попытку отодвинуться, чтобы дать ей знать. Но странная тетка сделала вид, что не замечает моего движения в сторону. И снова настойчиво приближалась ко мне вплотную. Надо отметить, последние три недели у меня были сумасшедшими. Тяжелые рабочие часы и перемены на личном фронте вызвали значительный приступ меланхолии. Я пребывал не в самом лучшем настроении. Кроме того, мне очень неприятны люди, которые используют свой возраст в качестве оправдания своего странного поведения. Поэтому я перестал отталкиваться или отодвигаться в сторону и позволил наглой даме придавить меня своим весом. Когда я увидел, что женщина больше не держится рукой за поручень, чтобы сохранить равновесие, я просто отношел от нее на шаг. Мельком оглянулся и заметил, как она падала на пол. Просто чуть-чуть повернул голову и немного улыбнулся. Безразлично наблюдал за искаженным от гнева лицом женщины. Догадывался, что она что-то неприятное обо мне кричала. Но я был в наушниках, поэтому не реагировал на ее слова и молча отвернулся. Мгновенная карма за списывание. Это случилось еще в школьные годы. Я училась тогда в пятом классе. Мой одноклассник, отпетый хулиган с дыркой в башке, давайте назовем его Джоном, постоянно запугивал меня и списывал у отличников. Не буду хвастаться, но я сама вроде ботаника. Правильные ответы на тесты. Парень каждый раз умудрялся сидеть с одним из хороших успевающих учеников. Вы даже представить себе не можете, как мне это не нравилось. В нашем классе ученики часто вынуждены делятся своими ответами. Мне хотелось как-то изменить ситуацию и что-то с этим сделать. Поэтому я решила проследить за Джоном, чтобы придумать, как его наказать. Мне пришла в голову идея подсунуть несмышленышу неправильные ответы на тест, которые он просто слепо копирует, как обычно. К концу учебы нам предстояло выполнить несколько важных тестов, которые были контрольными. По ним выставлялась годовая оценка по предмету. Я на тот момент уже знала, что у Джона были проблемы с грамматикой. Мне хотелось, чтобы парень получил дополнительные уроки в течение месяца во время летних каникул. Поэтому в день проведения теста я заманила Джона к себе, чтобы он сел позади меня. Пришлось договориться с другими детьми, у которых он обычно списывал, чтобы они меня поддержали. Мой друг сидел за спиной Джона. Это было первым пунктом незаметного плана мести. Итак, тест начался. Мы приступили к выполнению второй части возмездия. Я вроде забыла свою ручку и попросила помощи у товарища, который был моим подельником. Друг сказал, у меня только одна ручка, я могу выручить тебя. Только когда закончу свой тест. Я ответила, ничего страшного, я начну писать ответы карандашом. Потом просто покрою их ручкой. Как ни в чем не бывало, начала выполнять контрольный тест и быстро справилась с заданием. Для меня не стало неожиданностью, что сидящий сзади и старательно списывающий Джон тоже закончил работу. Затем он первым сдал работу учителю и нагло ухмыльнувшись в мою сторону вышел. Я спокойно удалила все карандашные записи, которые были полной ерундой и фактически заново написала ответы на тест ручкой, которую держала в своем кармане. Джон получил большой жирный ноль и должен был остаться на пересдачу. А также пару месяцев грамматике в нашей любимой школе. Историю эпической мести о своей школе можешь оставить в комментах и попасть в видео. Продуманный план мести от школьницы. Несколько лет назад одноклассница из нашей школы придумала необычную месть, защищая себя от хулиганов. Подросткам девушка была довольно замкнута личностью. Интерес к серьезным наукам и классической музыке заметно отличал ее от основной массы школьников. Ее родители были индийской европейской парой. Она унаследовала темный цвет лица от своей матери и густые черные волосы. В этой белой школе большинство ребят заглядывались на красивую длинную косу, которую девушка заплетала из своих волос. Такая прическа также привлекала внимание слишком подлых и глупых подростков, которые не знали, как держать свои руки при себе. Эти парни часто развлекались, неожиданно хватая девушку за косу и заставляли терпеть боль. Тащили ее по коридору. Какая жесть. По коридору тащили? Тебя хватали за волосы и протаскивали по коридору? Кать, да дело не в том, ну там подергать за косичку я понимаю, ну хватануть за волосы и протащить по коридору? Что? Кать, ты не сравнивай, в истории прям протащили по коридору. Ну вот. После того, как это случилось несколько раз, смышленная школьница устроила хулиганам ловушку. У следующего негодяя, который схватил ее за волосы, остался очень болезненный опыт. Умная и находчивая девушка заплела в свои волосы иголки. Она рассказала мне, что гордилась продуманной ловушкой в косе по двум причинам. Во-первых, это сделано в целях обороны. Во-вторых, действие должно быть строго пропорциональным. Чем крепче волосы схватишь, тем сильнее уколешься.